Почтальоны, операторы и начальники отделений всего на один день оторвались от своих обязанностей. Сотрудники Почты России отмечают профессиональный праздник. Трудовой стаж Галины Савельевой почти 20 лет. Признается, работа непростая. Но за эти годы мысли не было сменить профессию. Сейчас отделение связи, которым руководит Галина Васильевна, идет в ногу со временем. Ну, электронное вести это все стало. Не то, что все. Раньше работа все ручной начинала. Все писали от руки. А теперь все. Регистра все отпечатывается. Несмотря на век компьютерных технологий, у почтальонов и операторов по-прежнему много работы. Почтовики страны принимают, обрабатывают и доставляют более миллиарда писем, трех миллиардов печатных изданий и 12 миллионов посылок в год. За добросовестный многолетний труд губернатор Николай Меркушкин наградил работников и руководителей почтовых отделений по счетным знаком трудовой славы, званием заслуженный работник отрасли связи и грамотами. Это работа, которая требует от человека внимательности. И душевность. Потому что почтальон, особенно сельский почтальон, это всегда на самом деле очень-очень уважаемый человек населения. И сколько с почтальоном всегда связано. Люди знают, что почтальон ответственный человек. Это очень и очень важно. Поэтому огромное вам спасибо за это. В области капитально отремонтировали больше 200 почтовых отделений. Повышается и качество услуг. Самарская область выбрана пилотным регионом для реализации проекта «Почта будущего». Больше 20 современных отделений запланировано открыть до конца года. За развитие почтовой связи губернатор Николай Меркушкин награжден почетной медалью «Почта России». В этом году исполняется 150 лет земской почте Самарской губернии. В честь юбилея губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов поставили юбилейный оттиск на памятных конвертах. Получить юбилейный конверт смогут все желающие самарцы. Штемпель доставят в почтовое отделение на улице Ленинградская, дом 24. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.